Сегодня еще в двух районах Приморского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. Подтопление вызвали обильные дожди. Они, по прогнозам синоптиков, продлятся как минимум до конца августа. В регионе развернуты дополнительные пункты временного размещения. Самая сложная ситуация в Уссурийске. С подробностями Ксения Колочина. На территории Уссурийска за несколько дней появились озера. Затопило несколько районов, которые находятся в низинах. В воде частный сектор. Узкую улицу теперь переплывают собаки. А людям до суши можно дойти только в болотных сапогах. Вот так сейчас выглядит центр Уссурийска. За моей спиной рынок. Через дорогу автовокзал. Воды здесь в некоторых местах по пояс. И такой уровень держится уже больше двух дней. Многоэтажки в нескольких микрорайонах тоже стоят в воде. Спасатели наладили круглосуточное дежурство. Пожарные машины откачивают воду, но ее уровень остается высоким. И даже собак здесь приходится выгуливать вот так, под мышкой. Еще вчера воды здесь не было. Вот здесь вчера не было. То есть это уже с вечера пошел пик. И вот он идет, 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 пока как-то не может никак остановиться. Здесь уже речку не назовешь. Тут же и части болота, и все, и все, и все, что вымывает. И плюс канализационные все. Сейчас все подвалы полные во всех домах. В Приморье открыты четыре пункта временного размещения. В Уссурийске в нем разместились почти 20 человек. Многие семьи эвакуируются из собственных домов несколько лет подряд. Живут у реки, и каждый паводок, имущество и огород уничтожает вода. У меня эти пожарные тащили вот так, воды было. Там море целое у нас разбилось на Мелькомгинате. А мы еще внизу живем, нападение. Вода пребывала стремительно. Многие дома тонули по окна. Сейчас по частным подворьям ходят специально созданные комиссии и оценивают причиненный ущерб, чтобы выплатить пострадавшим компенсацию. В крае размыты дороги и повреждены временные мосты. Идут восстановительные работы. Дожди пока прекратились, но синоптики обещают, что вероятность осадков сохранится до 30 августа. Ксения Колчина, Сергей Свистильников, Дмитрий Попков, Софья Стренкевич. Дальневосточное бюро вестей, Приморский край.